Всем привет! Меня зовут Михаил Акимов и я хочу вам рассказать, для чего, кому и почему нужно учиться программировать. Потому что считаю, что должны все уметь программировать. Это очень полезно и очень полезно для мозга. И очень полезно для мозга. Поехали! Программировать нужно уметь, во-первых, тех, кто хочет стать программистом, потому что они хотят на этом денег зарабатывать. Много-много-много. И программирование – это отрасль, которая развивается. Несмотря на то, что уже много вещей можно автоматизировать, код автоматически можно генерировать разными программами. Но при этом программистов всегда не хватает. На рынке сложился парадокс. Есть вакансии с программистов и есть много программистов. Но при этом каждый работодатель говорит, что программистов на рынке нет. Потому что тех, кто действительно готов обучаться, готов развиваться, готов делать задачу так, как ее поставили, их очень мало. Поэтому такие люди всегда востребованы и у них идет быстрая карьерная лестница. Там от младшего до старшего. Некоторые пробегают там за 2-3-4 года. Ну и там, соответственно, рост доходов и всего остального. Плюс профессия программиста, она позволяет работать где угодно. То есть можно брать заказы на фриланс-биржах, на других вещах. Но к этому мы вернемся дальше. Кому еще нужно уметь программировать? Тем, кто сталкивается с программистами. Те, кто ставит им задачи, контролирует их, проверяет. Тем же там, маркетологам, особенно руководителям проектов, нужно иметь, программировать, чтобы разговаривать с программистами на одном языке. Чтобы понимать, это он лапшу на уши вешает. То, что не может сделать вовремя, или что задача нерешаема. Либо же на самом деле есть какая-то проблема, которую невозможно оценить. На том этапе, когда ставилась задача. Вот. Поэтому программирование в этом случае очень важно. Ну а не научившись программировать, нельзя разговаривать на одном языке. То есть нужно погрузиться в него, создать несколько своих проектов. Вот, чтобы ощутить все на себе, прочувствовать это. Как говорят, пропустить через кончики пальцев. Так, идем дальше. Если вдруг вы хотите стать разработчиком. Ну вот, смотрите на разработчиков, что они там зарабатывают много денег, у них вакансий много, живут хорошо, отдыхать ездят. И решили, думаем, будем мы программистами. Отлично. Что они там творческая работа. Ну, не буду вас разочаровывать. Пойдем дальше. Программист. Он может. Ну, понятно, что интернет, он большой, там все есть. Там есть описание языков, там есть куча разных программ, куча сервисов, куча площадок, которые позволяют изучить тот или иной язык программирования. Куча мануалов, рекомендаций, подсказок, как разрабатывать, какие ошибки бывают. Даже вот на страничке, посвященном мероприятию, я тоже выкладываю всякие ссылочки на частые ошибки, либо на, наоборот, советы по программированию. То есть, все это доступно. И каждый может взять, сесть и начать скрупулезно делать, 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 делать. Но есть способ чуть-чуть попроще, который вас чуть быстрее придвинет к желаемому результату. Это пройти курс разработки. Научиться программировать. Вокруг программирования создали миф некоторые, что это сложно, нужно техническое мышление какое-то и так далее. Все это неправда. Программировать может каждый. То есть, не каждому это нужно, не каждый это хочет, не каждый видит себя этим. Но научиться может каждый. Если есть желание, если есть потребность в этом. После курса у вас появится базовый набор знаний по программированию. В некоторой практике у вас появится первоначальный опыт, потому что в процессе обучения вы создадите два проекта. Один какой-то свой, свою идею сможете реализовать. А второй учебный, на котором мы будем все эти вещи изучать. И чтобы стать вам профи, после этого нужно еще 10 тысяч часов проработать, попрограммировать. Тогда вы можете считаться хорошим специалистом в области программирования. А так, пока у вас не профессионалы совсем, вы чуть-чуть по шкале подвинулись вверх. Получили некоторый такой базовый уровень знаний и навыков. После прохождения курса, то есть вы сможете добавить ссылку в резюме на два своих проекта, которые работают, которые будут размещены в интернете. У вас будет свой аккаунт на GitHub, который вы зарегистрируете бесплатно. И там будут все ваши коды, как вы обучались. Любой работодатель сможет это спокойно посмотреть и оценить качество, насколько вы хорошо, грамотно пишете. Потому что для программирования это очень важно. Это то, что вы получаете по выходу. Опыт, два проекта. Что с этим можно делать? Куда двигаться дальше? Вы можете начать искать работу. Это первый путь. Вы можете пойти стажером в крупную компанию. Это 15-30 тысяч рублей стипендия. За то, что вас будут обучать, натаскивать, вам посадят ведущего разработчика, и он будет с вами нянькаться. Либо же пойти младшим программистом или юниором, если вы чувствуете в себе амбиции, уверенность, что вы действительно хорошо все знаете. Пойти на младшего программиста, это 25-50 тысяч. Зарплаты ориентировочные по Москве. Можно зайти на Hunter, на Job, на SuperJob и посмотреть, какие сейчас зарплаты. У разработчиков, проживающих в Москве или в вашем городе, где вы работаете. Есть второй путь. Если у вас нет сейчас большой потребности получать доход, либо вы где-то работаете и просто хотите сменить профессию на разработчика, вы можете зарегистрироваться на фриланс-бирже. Берете любые простые заказы за любую цену. Для вас это важно набрать опыт. То есть, сделать задачу, чтобы заказчик остался доволен. И, соответственно, получить потом какое-то вознаграждение. Проработав в таком ритме около 1000 часов, это от 5-6 месяцев до 1 года, у вас уже рука набьется, и уже после этого вы для себя можете определиться. Либо вам хватает заказов с фриланса, и вы ничем не связаны, и вам не нужно ходить в офис, вы можете спокойно уехать под пальму и там программировать. Либо же, если вам заказов с фриланса не хватает, и вам просто нужен коллектив, вы сами, тяжело вам работать самому одному. Вы начинаете искать работу. Размещаете свое резюме, и здесь уже вы можете претендовать на зарплату 40-80 тысяч. Это либо младший программист, либо это будет обычный программист. И, кроме того, что у вас в резюме уже будет сделано много разных задач. Главное не забывать те вещи, которые не секретны, выкладывать на тот же GitHub, чтобы ваши потенциальные работодатели могли посмотреть, как вы аккуратно пишете. И, в принципе, многие HR-ы сейчас начинают на GitHub-е искать программистов. Потому что там видно наглядно, что человек может. Если же вы вдруг общаетесь с программистами, либо руководите ими, либо смежные задачи какие-то им даете по мере деятельности, то вам нужно с ними разговаривать на одном языке, понимать, обманывают вас, не обманывают, либо просто делают не специально, потому что не видят решения со своей точки зрения. Здесь нужно погрузиться полностью в программирование. То есть это стать, опять же, начальным разработчиком, юниором. Знакома вам ситуация? Когда вам говорят, нет, это сделать невозможно. А потом раз, смотрите, у конкурентов это появилось. Либо когда со сроками что-то не то, и причем причины непонятные. Какой-то фреймворк, какой-то код оптимизируется, какая-то нагрузка непонятная, когда у нас всего лишь 10 тысяч посещаемость в день, о каких 500 тысяч идет речь. Зачем-то что-то переписывать, почему сразу нельзя написать правильно. Вот, знакома? Или вы в таких ситуациях бывали? Если все это вам знакомо, вы это все проходили, тогда тем более вам нужно научиться программировать самим, чтобы понимать, почему так происходит, и предугадывать, чтобы этого не происходило, когда нужно проконтролировать, когда нужно подтолкнуть, когда нужно просто посоветовать. Так как у вас взгляд будет шире, вы будете знать программирование еще и свою область, вы сможете некоторые вещи подать по-другому, более правильно, или найти более простой путь. И да, вы сможете разговаривать с ними на одном языке, вас не будут пугать слова баги, оптимизация, рефакторинг, скрамы, аджайлы и все остальное. А еще вы сможете автоматизировать часть своей работы. Часто такое бывает у разработчиков. Очень много задач, и они все важные. И свою важную, которая вам нужна, которая вам бы облегчила жизнь, вы никак не можете ее всунуть, потому что вам не дает Team Lead или заказчик проекта. Но вам она очень нужна. Не знаю, каждый день какие-то данные собирать с какого-то одного и того же сайта. Эту вещь вы сможете спокойно сами автоматизировать. Написать простенький скрипт, который будет все за вас это делать. Или какие-то другие простые задачи, которые вы хотели бы проверить быстренько, но ресурсы все заняты, вы проверить не можете, а время уходит. Поэтому вы можете быстренько бац-бац-бац, сделали, проверили, сработало там на 10-20 человеках. И тогда уже можно идти к руководству и говорить, что смотрите, эта штука работает, давайте мы ее сделаем красивую, приглядную и запустим на массовый поток пользователей. Еще, после того, как вы научитесь программировать, вы станете более структурно мыслить, вы будете видеть шаги, сможете смотреть в обратную сторону, что у нас есть такой результат, ага, и как к нему пришли, какие были предпосылки, что на это повлияло. Вы сможете видеть зависимости одних решений на другие решения. Ну и, так как вы сами можете что-то создать, раз вы не программист и не хотите им быть, то значит у вас есть какой-то другой бэкграунд, например, вы маркетолог, или вы продажник, или вы умеете руководить людьми, значит, можно запилить какой-нибудь стартап и не тратить первые деньги на прототип, на самый первый прототип, который вот самый такой базовый. Вы можете эту вещь делать сами, протестировать, посмотреть, что да, есть спрос, а если еще есть продажа, то вообще супер. И если все это работает, тогда уже можно вкладывать деньги в развитие этого проекта, нанимать профи, который сделает его красивым, удобным, более функциональным и тому подобное. Нанимать других людей или искать инвестиции для этого, либо приглашать в долю. Но тогда, когда вы уже знаете, что вот эта вещь работает, это началось приносит пользу людям и решает их проблему. своими руками вы сможете гордиться, что вы начали и первые сделали сами. И потом можно спокойно найти всякие акселераторы, фонды и другие места, где могут дать денег или помочь с развитием или быстрым масштабированием. Так, ну, это как раз то, о чем я только что сказал. Если вопросов нет, тогда быстренько идем и записываемся на курс, оплачиваем его и через неделю мы его начнем. Буду всех вас рад видеть, особенно буду рад, когда ваши проекты будут запущены в интернете и на них пойдет трафик пользователей. Всего хорошего. Я доступен по этим контактам. Рад любым знакомствам и готов отвечать на ваши вопросы. Всего хорошего. Спасибо, что были. Редактор субтитров А.Семкин